здравствуйте дорогие друзья это ответы на вопросы для библейского портала экзегет и я священники антираутс к нам поступил вопрос следующего характера как относиться к скандальным художественным фильмом на религиозную тему является ли их просмотр грехом всегда когда задается вопрос о том является ли вот это грехом или вот это грехом мне вспоминаются слова апостола павла из первого послания к коринфянам все мне позволительно но не все полезно все мне позволительно но ничто не должно обладать мною кинематограф это очень хороший очень интересный инструмент и художественные средства выразительности позволяют на самом деле иногда соглашаться с автором поэтому если вы прекрасно понимаете что фильм который вы хотите посмотреть ну прям антихристианский или сеет какие-то явно антихристианские антиевангельские идеалы и идеи и вам не нужно его смотреть с миссионерской точки зрения то есть для того чтобы написать какую-то апологию для того чтобы помочь своим близким увидеть эти проблемы то лучше его не касаться здесь есть достаточно консервативный ответ святителя Игнатия Брянчанинова в его время фильмов не было но были книги и он говорил о следующем что если книга написанная о христе написано человеком не принадлежащим к православной церкви то лучше эту книгу не читать потому что в ней будут те зерна которые будут нас с вами огорчать с другой же стороны у нас есть разные направления богословской мысли например библиистика сегодня невозможно невозможно представить эту науку без западных и ученых которые не всегда принадлежат православной церкви и мы употребляем их литературу и наши с вами дореволюционные коллеги библеисты тоже употребляли эту литературу значит это не настолько однозначный ответ очень часто бывает мы сотворяем одну серьезную ошибку мы делаем пиар абсолютно бесплатный абсолютно жесткий пиар тем фильмом которые может быть не всегда достойны вообще внимания с точки зрения художественной своей композиции с точки зрения вообще сюжета и мы начинаем их пытаться запретить и из-за этого на эти фильмы хотят как можно больше людей попасть поэтому ответ здесь неоднозначный для тех людей которые занимаются фильмами которые хотят его посмотреть посмотрите главное блюсти свой разум ну например если в фильме говорится о том что христос был женат что у него была семья мне бы было неприятно смотреть этот фильм просто самому неприятно было бы и я поэтому не буду его смотреть блюдите свой разум для этого нужно не увлекаться полностью не говорить что это просто новое откровение какое-то свыше а понимать что это вот мнение автора мнение сценариста режиссера автора картины но оно не мое несколько лет назад я смотрел фильм молчание своеобразный фильм не всегда с каким он не с однозначным концом совершенно не с однозначным концом но он заставил меня о многом очень задуматься задуматься о нравственном поступке героя мне было интересно посмотреть я считаю что я не зря потратил время есть прекрасные фильмы художественные не скандального типа там святой августин который когда-то проходил по телеканалу культура даже прекрасный фильм удивительный удивительная игра актеров есть фильмы о тех или иных святых есть фильмы о христе для некоторых людей например рок-концерт иисус христос суперзвезда стал шагом внутрь церкви для некоторых просмотр фильма страсти христовы тоже стала шагом внутрь церкви для некоторых нужно послушать ораторию там страсти по матфею для того чтобы увидеть в церкви что-то иное близко о себе поэтому иногда скандальные фильмы хотя они скандальные но они привлекали людей к изучению той или иной проблемы поэтому вопрос неоднозначный и вам самим решать по слову апостола павла вам самим решать смотреть этот фильм или не смотреть но какой-либо цензуры церковь никогда не предлагает сегодня своим верным чадом храни вас господь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео